всем привет народ все поехали мы наконец-то на алтай так заправились перед выездом из омска сбрасываю все показания посмотрим сколько выйдет в итоге километров едем через новосиб мимо новосиба сразу на алтай если поедете по навител у вас навител поведет через город сам через новосибирск мы попробуем без всякого навител в объезд поехать забыл народ сказать что мы в 5 утра уехали и едем получается на восток и солнце прямо глаза светить не очень удобно уже 100 километров проехали 54 минуты ну что то народ 646 километров проехали время 12 18 7 часов ехали но мы уже новосиб проехали получается доехали до водохранилища он там он она сейчас прогуляемся сниму целое море еще он собаку собой взяли из-за собаки пришлось бокс на крышу покупать зато багажник пустой ну вот люди новосибирское море большой в принципе а вот она к с новосибирска вот мы там поедем сейчас занят за ней там где машины ездят по этой дороге на алтай мы ушли с маршрута а и 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 У меня одна большая. Что там парус? Поставь на паузу сейчас. В этом месте. Снимается. Снимается. Встреча с Горьков. Встреча с Горьков. Встреча с Горьков. 970 километров проехали мы в бийске от новосиба до бийска вообще кошмар ехали дольше чем машин много гонять тяжело ведутся медленно осталось маленько следующее горно-алтазь будет город большой потом уже потом уже чемал и все остальное это мы проезжаем музей чуйского тракта по идее чуйский тракт вообще идет от новосибирска километра что считается вроде как раньше это было туда не попадаем поздно можно обратно пути получится вот так зайдем 1040 километров проехали скоро будет стела республика алтай вот уже все горы начались еще даже до свертка не доехали на горно-алтазь а а а а а а Ну все, мы подъезжаем. К Республике Алтай. Вот она стала. Вот тут есть такая парковочка. Ну вот она, Республика Алтай. Сейчас маленько прогуляемся, ноги разомнем и поедем дальше. Еще километров сто, наверное, до места, где мы остановимся на сегодня ночлег. Это речка Катун называется. Потом мы поедем по Чуйскому тракту и до реки Чуи доедем. И где место их слияния тоже покажем. Все эти перевалы и Красные Ворота. В общем, смотрите дальше. Это уже вторая вроде как в Республике Алтай. По новостям недавно показывали. Папа, это сейчас такое на штуке. Это солнышные панели. А подкрай, допустим. Открыть? Электричество вырабатывают от солнышка. Солнце светит, накапливают электричество в аккумуляторах. Потом люди пользуются этим электричеством. Свет зажигать, телевизор срокать. Это мы проезжаем поселок Манжирок. 1095 километров. Так, ну что, ребята, 8 вечера. За рулем я, получается, 15 часов провел за рулем. Нашли мы сверток с трассы. Получается, подъехали практически 10 метров, наверное, до Катуни. Вот машина стоит. Вот речка. Вот тут уже кто-то останавливался. Вот тут камни для костра. Пришлось прорубать мне просеку, чтобы машина проехала. Вот здесь все такое заросшее было. В общем, тютелька в тютельку я вместился, въехал. Все, сейчас будем располагаться на ночлег. Завтра поедем дальше. Всем доброе утро. Время 7 утра. Выспались мы все. Вот тут мы спали. А в машине у нас дети спят. Вот такая вот у них тут ложа. Вот какой вид замечательный. Гора, речечка. Комаров нету. Вот что-то ветерочек поднялся. Небольшенький. Не знаю, посмотрим. Может сегодня еще здесь останемся на этом месте. А завтра поедем дальше. У нас еще целая неделя. То есть мы вообще на две недели приехали. Неделю так дикарями. И неделю на базе отдыха будем жить. Так что посмотрим. Здесь или дальше поедем. Ну, недалеко от Манжурока. Буквально, не знаю, километров 5, наверное, проехали. И сварнули к речке. Так, ну что. Надоело нам тут. Наскучило на одном месте сидеть. Собрали мы манатки. Сейчас костер еще зальем получше. Жалко, дров столько наготовил. Ну, может быть, еще на обратном пути заедем, если время останется. Поедем куда-нибудь сейчас до Семенского перевала. Может, за перевал туда. Где-нибудь там остановимся. Вот оттуда будет папа наш выезжать. Вперед, 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 вперед. Семенский перевал сюда. Вперед, вперед. Семенский перевал сюда. вот он чуйский тракт после манджурка мы поехали вот и звездковый сейчас получается сразу перед звездковым ну да, тут звездковый вот мы заехали в Чумальский район, дальше дорога прямо на Чумал пошла, а мы сворачиваем направо на Чуйский тракт сейчас по мосту проедем, по тур проедем, мы дальше уже по Чуйскому тракту на всякие перевалы, красные ворота и так далее вот мы заехали Сильная пылька, в мае, наверное, еще меньше. Почему мае? Наоборот, тогда больше всего. Блин, мае. В сентябре не едет. В июне она. 450 метров над уровнем моря сейчас. Сматриваем сюда. Вот. Вот так. Все, начинается Семенский перевал. Подъем 9 километров, спуск 11. Сейчас у нас высота над уровнем моря 1200 метров. Посмотрим, сколько будет на самой макушке. Вот мы приехали на макушку Семенского перевала. Там сзади рынок со всякими сувенирами. Получается у меня 1714 метров показывает этот навигатор. А этот 3726 метров. Разбег 10 километров. Ладно, поедем куда-нибудь вниз и там будем искать остановку. Поехали метров 200 метров от пика Семенского перевала. Вроде как это должны быть кедры. Пойдем посмотрим шишки. Вдруг найдем чего-нибудь. А там на самой макушке перевала, там если свернуть, будет канатная дорога. Можно покататься. Ну вот шишечки есть такие вот объеденные. Видимо маленькие. Видимо кедры еще небольшие. И шишки на них маленькие. Запах тут конечно вообще обалденный. Кедром прям пахнет. Орлы тут пищат вовсю. Или соколы. Вот так местная фауна гуляет по трассе. Можно руку вытащить и погладить. Вот так вот. Вот что они из сана? О, горо! Что они творите делать? Аааа! Филипп! Горо! 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 Сколько холостов уж мя. Лёжа, ну мальчик! О, нет, горо! О, молодец хочу! Аня, ты чего? Подожди! Сволочи! Вот! Это козлы! Аааа! Смотрите! Еще козлы! Вон там дальше. Еще козлы или бараны. Что хочешь? Говядину, баранину, козлятину. В багажную кинул, не было бы собаки. Что, барашки? Барашки. Барашки. А он еще кучный. Барашки. 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 На перевал. На перевал. Щекитаман. Там ничего не разборчиво. Сейчас 1041 метр. На дуране море. Посмотрим на вертушку. Посмотрим на вертушку. Там не видно свечки. Прям такой крутой подъем сразу. На Семенском перевале как-то плавал. На этих перевалах так интересно, когда поднимаешься вверх. Ахиааа. Педаль в поло машина не едет просто. Еле-еле придется. Вот, начинается. Папа, ну тут живой. А-а-а. Барахи. А-а-а. Барахи. А-а-а-а. Шекло грежит. Хорошо. Вот. Татьянусь. Ножки живы. Так. Уши закладывали, грязный подъем Там остановка лапа не провести Фу! Симба! Фу! Это не Симба Пахнет! Там же площадка какая-то Тихо, тихо, тихо Смотрите, как мы высоко Попробуй место найти А он там между машинами Это мы куда? Перевал По делам приедем По делам Так, ну это вот самая верхушка перевала Чикетаман Такая вот смотровая площадка Здесь сделана Ну вот это вот как бы вот новая дорога получается Чуйский тракт А вот здесь вот в сторонке уже закрыты за памятником Это старый Чуйский тракт Можно туда пройти посмотреть Тут раньше там был Чуйский тракт Вот она старая дорога Чуйского тракта Сейчас тут ярмарка народных искусств и ремесел Тут пешком туристы ходят А раньше там машины ездили Да, Лисю? Да, Лисю? Ну вот она старая дорога Чуйского тракта Тут реально одна машина только проедет Не разъехаться А вот там что-то еще есть Какие-то домики Фух А вот сверху эта дорога Где мы только что поднимались Саша, ну помоги нормально Что-то как удевается Угу Нашли местечко, сейчас оно огороженное. Тут типа какая-то база отдыха, платный кемпинг, ну никого здесь нету. Тут такая речушка, там мост на эту базу как бы. Но мы зашли, заехали, народу нет никого, ну решили остаться. Если кто-то придет из хозяев, ну заплатим каких-то денег. Мы два года назад здесь были, здесь ничего этого не было, то есть ни заборов не было, ни моста этого не было. Сразу получается после перевала Чикетаман, как только спустились, и направо надо будет свернуть. Ну ладно, сейчас дальше короче видно будет. Симба! Ну как фу нельзя? Симба! 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 Ну что, там где-то остановиться. Не надо останавливаться. Ну, уже здесь. Куда она пошла? А? Куда? В смысле? А, дорога? Вон она вверх пошла. Ах, я бы не знала, куда она пошла дальше. Да вот здесь на берегу тормознуть, да и все. На камушках. Так. Ну что, народ. В общем, мы снялись с того места, где хозяев не было. Просидели два часа и никого не дождались. Думаем, что сидеть ждать. Вдруг потом придут, выгонят еще ночь у нас. Поехали дальше. Доехали до слияния Чуи и Катуни. Не стали уже там останавливаться. Немного дальше проезжаешь, и тут сверток получается направо в какая-то деревня. И вот здесь, в принципе, через два моста проехали. Дорога такая щебеночная. Через два моста проехали и остановились. Нет, один мост. Вот второй мост. Мы уже дальше не поехали. Время уже пол седьмого вечера. Сейчас уже темнеть начнет. Надо палатку делать. Дорога дальше куда-то идет. Дорога не асфальтированная. Опасная, мне кажется. Видите, вот эти ограждения сползают вниз потихоньку. Там такая щебеночная какая-то скала. То есть, просто она вся эта движется вниз. Не знаю, на сколько этой дороги хватит. Ну, пока люди там ездят. Мост новый, как бы. Видно, что недавно построены. Ладно. Будем ставить палатку. Завтра, может быть, дальше поедем. В сторону Красных Ворот. Ну, все. Обосновались мы. Стоянку очередную строили. Костер развел. Опять дров начал заготавливать. Не знаю, куда столько много. Ну, кому-то другому проще будет. Тут куча всяких бутылок пластиковых валяется. Завтра перед отъездом это все дело надо будет сжечь. Что за свиньи, конечно. Нельзя просто взять в костер кинуть это и все сжечь. Вон там внизу. Ин, как речка называется, забыл. Катунь, да? Катунь бежит. А вот за этой горой, вот по этой дороге если ехать, там чуя. И как раз вот после этой горы они две вместе там встречаются и сливаются. Ну, ладно. Пойду в Катунь окунусь. Весь замок, как собака. Сели поужинать. Костер, еще даже шашлыки не начали жарить. Тут такая туча какая-то потихоньку наезжает. Гром гремит вовсю. Сейчас, наверное, долбанет на нас дождь. Не пожарим мы свои шашлыки. Ну, хоть успели палатку поставить и то хорошо. Гора Белый Бомб. Поехали в мост на перевал Ачик. Там вышка, ретранслятор. Что-то мы пролетели мимо на обратном пути, попробуем заехать туда. Ну, так что и все. Ну, давай. Поехали в Кубаву в Казах. Береткий город. Не спасибо. Горько. Дорогая, успеха. У меня больше не было несколько лет. Я больше не было. Деревня Белый Бомб и Гара Белый Бомб Что-то еще тут Это память Через 2 километра будет в Кольке Снегиреву память Видишь, что слава борцам павшим Не плачь Памятник Кольке Снегиреву Кольке Хорошо Леш, комментарии какие-то будут? Памятник Кольке Снегиреву 744 километр 10 километров от слияния Чуи и Гатуни Какой-то комплекс здесь есть С наскальными рисунками Которым несколько тысяч лет Сейчас пойдем смотреть, что это за рисунки Поедем дальше, наверное, куда-нибудь в сторону На Менах переночуем Дальше уже на Красный Ворот Так, ну вот, началась на сё экскурсия 100 рублей с человека берут Без экскурсовода Дети бесплатно Ну вот они, наши древние рисунки Какие-то олени Любят на всяких башютях Какие-то коровы Плохо видно Плохо видно Вот козел какой-то с рогами Что это за рисунки? Плохо видно Ага Плохо видно Угу Папа смотришь У меня всё такие игрушки Что там за игрушки? Что там за игрушки? Деньги, игрушки Деньги-то надо забрать игрушки Нифига Несколько тысяч Это наверное на счастье, на удачу кто-то оставляет денежки Душа умершего человека с душой жертвы на звук Вознесется к небесам По положению тела вот этого бедного быка мы с вами видим, что его уже принесли А вот он у нас нос вытянул Вот у нас показано Конечно, это бедное убиенное животное здесь на разложении глиени Ничего не оставлял 728 километр Чувского тракта буквально километров 10 односкальных стоит вот такой вот камень Получается с левой стороны как ехать туда на границу с Монголией там какой-то должен быть нарисован воин Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Саш, ну трубы Ага Меч видно отчетливо Остальное как-то А ну вот Наверное вот это вот хвост нога ноги голова вот этот конь А воину тут не разглядишь на норку еще 759-й километр Чуйского тракта остановились вот здесь беседочка и водопад сейчас пойдем к водопаде попробуем Попробуем водички набрать Запыхались пока поднялись к нему Ну вот он наш водопадик Ух Тяжковато маленько подниматься вроде и не высоко но тяжело Че Саши давай водичку набирать а 금 набрали водички все промокли Ч tall кто набирал воду из под водопада тот поймет Все или поднялось Вот тут верблюды, оказывается, водят. Подъезжаем к Менам, но там вдалеке белые верхушки, в общем хотели в Менах остановиться переночевать, но там, блин, народищу даже заезжать не стали, машин штук 50 мотоциклов, палатки вдоль дороги стоят возле Мен, Мена это база отдыха. Проехали где-то километра два от Мен и свернули вправо, ехали-ехали и вот в общем доехали до такого места, не знаю, что это такое было раньше, может какой-то... Симба, иди сюда! Блин... Водокачка какая-то или что это было? В общем, вода вообще прозрастищая и прозрачнейшая. Жалко, только рыбы нет, конечно. Наверное, здесь остановимся. Там есть местечка для палатки, а завтра уже поедем на Красные Ворота. Время уже 6 вечера, надо где-то останавливаться. Походу какая-то речка была раньше, потому что вот такие берега как бы... Ну, от речки осталось одно озерцо. Может это бедростанция какая-нибудь была или хотели сделать, но не сделали. В общем, загадка. Зашли мы вовнутрь этого здания, какие-то тут в полу отверстия и тоже там вода располагается. Такое круглое отверстие. Походу тут должна была быть турбина. А, вон еще две турбины. Скорее всего, все-таки тут какая-то электростанция должна была быть. Но почему-то ее не доделали. Продолжается наше путешествие по Алтаю. Три ночи уже проночевали. Пошел дождь. Погода испортилась. Время 9 утра. Поедем сейчас... Куда поедем мы? В Курайскую степь. В Курайскую степь посмотрим. Там марсианские пейзажи. Хотели еще на одну базу съездить, но там кроме уазиков наших ничего не пройдет. Поэтому как-нибудь в следующий раз когда уазик купим. Ну а потом на обратном пути уже наверное поедем на всякие красные ворота. Хотели сегодня поехать туда, но мы уже их проехали. Возвращаться не хочется назад. Чем дольше, тем дольше, тем даже круче. Смотри, там все в облаках. Смотри, там все в облаках. Мы снимаем. Пошагачский район. Облака просто лежат на горах. Поднемся на горы и руками попробуйте. Нам нужно. Сам паркал. 820-й километр Чуйского тракта. Вон там вон. Сама трасса. Мы свернули. На право, с левой стороны на горах облака лежат. А с правой стороны у нас снежный, чуйский хребет, снежные вершины. Угу. 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 Угу.